Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Ольга, с праздником. Спасибо. Да, у нас тоже есть педагоги, которые работают с нашими ребятами. Уже больше месяца идут занятия в новом центре. В новый центр мы пока перевезли часть наших групп, потому что отремонтировано только правое крыло. То есть часть помещения отремонтирована. И там сейчас занимаются группа подготовки к школе и группа поддержки школьников. С подготовкой к школе все более-менее понятно. А со школьниками что же мы делаем? Как раз в этом правом крыле у нас расположились творческие мастерские. Там мы учим ребят каким-то таким простым вещам, базовым профессиональным навыкам, чтобы сделать проще их вхождение во взрослую жизнь. Чтобы они нашли занятия. Да, да. Когда человек что-то умеет, может делать. И самое главное, имеет какую-то привычку что-то делать, привычку к труду. То на самом деле гораздо проще. Напомните, сколько ребятам лет? Те, которые занимаются в творческих мастерских, школьные школьники уже? Это школьники. И те, которые еще готовятся в школе. По сколько там лет? Ну, группы подготовки к школе это ребята от 6 до 8 лет. То есть у нас на 2 года этот курс растянут. А группы поддержки школьников это уже от 8 до... Вот сейчас у нас самый старший подопечный, ему 16 лет. Ребята растут, и мы будем думать, что делать дальше. То есть когда уже взрослому человеку исполняется 18, и он заканчивает школьное обучение. Обычно это такой кризисный момент. Надо идти дальше. А что дальше, пока неизвестно. То есть не все дети смогут получить даже какое-то профессиональное образование в училищах или в колледжах. А высшее образование вообще-то... В силу своих особенностей они просто-напросто не смогут посещать средне-специальное учебное заведение. Может быть и смогли бы, но пока что нет таких программ, которые... Ну, вот у нас в городе, во всяком случае, я не знаю ни одного среднего специального заведения, чтобы готовили ребят с особенностями развития. Хотя речь об этом идет. Особенно, да, да. На базе нашего опорного вуза создана уже структура, которая будет думать над тем, уже думает, как анонсировалось над тем, а как, собственно, ребят, особенных. Там есть программы по... да, там начинали развивать программы по инклюзивному образованию ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями по зрению. Вот, но у нас среди подопечных есть дети с более тяжелыми нарушениями развития, которые не смогут пока этим воспользоваться. Эти программы не попадают? Да, не попадают. И поэтому вот о них мы как раз и думаем открывать уже профессиональные мастерские когда-то в будущем, когда появится такая возможность. То есть, ну, мы думаем вперед. Ну, вот а пока сейчас вот то, что у вас есть для школьников, они что там делают? Ну, они приходят на 3-4 часа, и у них занятия складываются там из нескольких блоков. Это блок общения, они о чем-то разговаривают, обсуждают какую-то тему, играют в настольные игры. Потом вот, собственно, мастерские. Сейчас ребята занимаются керамикой, лепят из глины, доставляет им это очень большое удовольствие, потому что глина такой приятный материал для работы. У нас стоит муфельная печка. Вот, я про печку как раз хотел спросить. Мы еще говорили о планах тогда еще. Да, 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 еще о планах, потому что печь-то, в общем-то, вещь такая очень классная, хорошая, она далеко не везде есть. Да, ну, вот у нас появилось, и мы сейчас то, что ребята сделали, обжигаем, там, покрываем глазурью, снова обжигаем. То есть, весь технологический процесс, все это, как полагается, мы делаем. А кончарный круг? И тоже есть. Тоже есть. Только мы его пока не начали осваивать, он пока просто стоит и ждет своего часа. И после мастерских идет блок кулинарии, мы учим ребят каким-то, ну, бытовым таким простым вещам, там, начали с бутербродов, потом они, по-моему, пекли сырники, делали салаты, чтобы могли сами о себе позаботиться. Вот, и после кулинарии трапеза, это самый любимый документ. А вы то, что они приготовили, они то и едят? Они едят, и при этом угощают еще своих родителей и педагогов. То есть, это очень важно, там, поделиться с кем-то результатом своего труда. А педагоги их спрашивают, ребята, а что будем сегодня готовить? Принимают их предложения или со своей инициативой выступают? Сегодня готовим пельмени. Да, пельмени в будущем. Нет, конечно, есть программа, по которой педагоги там решают, что делать дальше. И так проходят, собственно, эти часы. То есть, это 2-3 часа в день, да? Да, 3-4 получается. А, 3-4 часа в день. Да, по оценке ваших, как специалистов, это идет на пользу? Ребятам чувствуется, что они более уже внимательно, рост какой-то? Именно в такой форме, видите, мы только начали работать, но, конечно, мы отслеживаем результаты наших ребят прямо вот с самых маленьких. У нас есть анкеты, контрольные опросные листы. И специальные бланки, которые заполняют педагоги. Там расписаны навыки, которыми должны овладеть ребята. И педагоги смотрят, да? Каждый год проходят консультации с родителями. И ставятся цели, которые дети должны достичь за следующий учебный год. И, значит, есть входное тестирование, промежуточное в середине учебного года и финальное. И, конечно, мы смотрим, каких результатов достигли наши ребята. И мы видим, что эти результаты есть. Кто-то там учится лучше общаться, лучше концентрировать внимание. Появляется способность к трудовой вот этой производительной деятельности. Навыки появляются трудовые, да? Да, кто-то рисовать, кто-то клеить, кто-то лепить. Это тоже важно. Кто-то учится просто находиться вот в одной группе. То есть некоторым ребятам, допустим, с аутистическими нарушениями, бывает тяжело даже удержаться в одном помещении с другими ребятами. И у него цель очень простая. Просто два часа пробыть на занятии. Просто хотя бы понаблюдать. Да, и поучаствовать. Мы учим их слушать взрослого. То есть у каждого ребенка цели свои индивидуальные. У нас индивидуальный подход. И мы смотрим, конечно, на каждого ребенка отдельно, чего он достиг. Оль, у меня вопрос такой. Ну, понятно, вот когда они бутерброды сделали, там, или что-то растовое приготовили, потом съели, и с этим все понятно, да, сами сделали, съели. Вот то, что они лепят, то, что они обжигают муфельные печи, вот эти изделия, которые, что с ними дальше происходит? Мы их отдаем, и ребята понимают, что они это сделали сами, дарят своим родителям. Сначала мы делали подвески. Вот такие очень красивые они получились. Глиняные? Да. Подвески это вот... Ну, как кулончики. А, то есть вот такого... Кулончики, наш нурочек. Да, 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 дарили своим мамам. Я даже видела потом одну маму в этом кулончике, очень ей понравилось. Вот сейчас у нас на обжиге стоят тарелочки из лопухов. То есть мы раскатываем глину, потом отпечатываем на ней лопух. В форме лопухов? Ну, какая терапия. Ну, это терапия, но это, в принципе, вещь-то и полезная такая, тарелочка-то она, в принципе, да. Да, конечно, и под конфетки, и под печеньки. Откуда глина, кстати? Я так понимаю, много уходит. Мы не копаем это точно. Мы покупаем глину и замешиваем её сами. Это какая-то специальная глина ведь должна быть? Ну, да. То есть она очищенная. То есть не та, которую я там лопатой на огороде копаю? Нет, не та. Не подойдёт? Очищенная специальная. А то, думаю, покупаете, так накопать вам. Слушай, это знаете места? Нет, слушай, если простая эта глина, тут знать места не надо. Свинья грязи всегда найдёт. Так, подошло у нас время небольшой паузы. Ольга Шебек, специалист по связям с общественностью, региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». Именно с ней мы сегодня беседуем. Очень скоро продолжим. Так, продолжаем нашу беседу. И в перерыве сейчас поговорили про мамы, сказали. Для них тоже есть возможность в центре «Дорога и добра» позаниматься, тоже полепить. Да, мы решили. Арт ночи, вы сказали. Да, это у нас называется «Арт ночи». Мы решили, почему родители должны только смотреть, что делают их дети. Может быть, кому-то захочется тоже полепить, потому что это, правда, очень здорово. И собрать тоже людей, родителей, и чтобы они могли в неформальной обстановке пообщаться, поделиться какими-то своими новостями, радостями, тревогами, обсудить всё это. Это очень традиционно для русских здесь сёл, когда люди за какой-то работой сидят, даже вспомнить те же пельмени. Лепить пельмени общаются, тут что-то делают из глины, общаются. То есть это как бы более естественное общение получается. Да, и в конце рабочей недели, там, в 8 часов вечера мы собираемся и лепим. Оля, ещё вопрос. Не совсем «Арт ночи». Да, ещё про мухельный печь, просто вопрос есть практически. А наше электричество-то жрёт, как не знаю что. Ну, да, есть такой момент, но терпимо. То есть мы посчитали, у нас один обжиг обходится примерно в 200 рублей. Мы решили, что это… То есть подъёмно, да? Да. Подъёмно? Да, да. Ну, тут надо напомнить, что коммунальные вы непосредственно сами оплачиваете. Сами. Да, от этого кто же тебя освободит. У нас даже президент России платит за коммунальные услуги. На 5 лет предоставлено. Коммунальные нужно оплачивать самим. Хорошо. Будет время, ещё вернёмся к занятиям ребятишек. Всё-таки немаловажно ещё сосредоточиться на том, что предстоит сделать. Про правую половину поговорили? Правую, да? Левая половина. Есть ещё, на самом деле, центральная часть. Хорошо, и про неё тоже. Как раз сейчас в центральной части идёт ремонт. Там уже укрепили пол. Сейчас обшивают стены гипсокартоном. И мы очень надеемся за октябрь закончить ремонт в средней части и обставить мебелью. И перейти на левое крыло, где расположится служба ранней помощи. И мы сможем тогда малышей перевезти тоже сюда. Конечно, это всё требует таких ресурсов. Вот на центральную часть там вроде бы у нас средств хватает. А дальше на левую ещё пока совершенно неизвестно, как мы это всё потянем. Будете снова акцию придумывать какую-нибудь весёлую? Ну, акция у нас продолжается. Она же продолжается. Она же продолжается. Давайте напомним. Купи кирпич. Да, это так. Просто когда мы зашли в это помещение, увидели, сколько там ремонта предстоит. И нам посчитали приблизительную первоначальную смету. Оказалось, что она равна 3,5 миллиона. 3,5 миллиона мы говорили. Да, помню. Серьёзно. Похоже, уже будет больше. Но на тот момент мы поделили, то есть мы поняли, что нам самим точно это не осилить. И мы поделили 3,5 миллиона на 10 тысяч условных кирпичей, которые надо вложить в ремонт этого центра. И получилось, что один кирпич это примерно 350 рублей. И мы предлагаем всем, кто хочет поучаствовать в нашем деле, сделать пожертвование в размере 350 рублей. И таким образом внести свой кирпичик, ну, это так пафосно звучит, в будущее особых детей. И мы стали получать пожертвования именно в такой сумме. То есть мы поняли, что люди действительно готовы вот такое делать. А кто-то там и не по одному кирпичу покупает. И образ такой приятный, и сумма, в общем-то. Подъёмная вполне сумма для человека, даже не для богатого, да? Да, и пожертвованиям. Мы тоже очень удобные способы предлагаем, чтобы сделать пожертвование. То есть либо можно у нас на сайте простую форму заполнить из банковской карты, сделать пожертвование. Или это смс-пожертвование. Тоже всё несложно. Несложно, удобно. СМС, напомню, номер озвучивается в рамках нашей совместной программы с Центром Дорога и Добра. День добрых дел. Программа сегодня выходит. И выходит она каждый четверг. История конкретного ребёнка. И затем собственные координаты, как можно помочь. Так что слушайте сегодня, если ещё не слышали. Активно ли откликаются жертвователи? Ну да, достаточно активно. Мы поняли, что это иногда зависит от истории, от ребёнка. И это как бы нормально. То есть кому-то там проникаешься больше симпатии. Хочется помочь сильнее. Ну деньги собираются постепенно. То есть получается, что сейчас уже и на центральную часть у вас в принципе хватает, чтобы её отремонтировать. Если ничего не случится, там вдруг, не знаю, потолок не упадёт и нормально всё будет. Но мы надеемся, что всё будет. Там с потолком какие-то проблемы? Да, там с потолком оказались большие проблемы в центральной части. Его пришлось укреплять. Ну вроде бы мы это разрешили всё, сделали. Там здание довольно-таки давно построено. Ну да. Ещё в таких пристальницких временах. Да. И там потолок это чей-то пол. В целом мы понимаем, что вы не теряете оптимизма и уверенности. Но мы стараемся. Да, в будущем тепло, вода, канализация. Да, это всё по счастью, да, всё в порядке. Всё в порядке. Потому что недавно галерею прогресса затопило, например. Ой-ой-ой. Дмитрий Шелев, руководитель, высказывал. Я его встретил там в сапогах, по колено в воде. Ну они всё спасли, он сказал, что всё нормально, ущерб минимальный. Ну хорошо. Желательно бы без этого, да. Давайте напомним, сколько сейчас ребят под опекой Дорогой Добра находятся? Сейчас по спискам у нас 175 ребят посещают занятия в центре. Ещё примерно 100 приезжают на консультации из районов области. Ну занятия понятны, а консультация, формат это в чём суть? Ну там есть удалённые районы, и родителям трудно привозить каждую неделю, допустим, ребёнка на консультацию. Ну вот, например, сегодня есть история Кирилла выходит, который ездит с мамой из Оричи. Ну да, есть несколько семей, которые ездят к нам каждую неделю даже из Советска. На занятия. Да, на занятия. Из Советска ездят каждый день. Да, да. 120 километров. Ну да, а если нет такой возможности, то семья приезжает, консультируется у наших специалистов, они там смотрят на ребёнка, дают какие-то задания, упражнения, там, что можно с ним дома поделать. Потом приезжают снова, ну, с разной периодичностью, там, через три месяца или через, ну, как надо. Смотрят на успехи, ну, дальше то же самое продолжается. То есть приезжают. То есть такая немножко заочная форма получается. Ну да, ну да, ну, то есть сопровождаем ребёнка, сопровождаем. Но в любом случае этим ребятам нужно бы больше внимания уделять. Ну, конечно. Но, увы, пока не позволяет возможности разместить всех. Да, да. И постоянно к нам приходят новые семьи, новые подопечные. Мы стараемся принять больше ребят, ну, насколько можем. Потому что у нас там и штат, и расписание всё равно надо утрясать. Но расширяется всё равно работа. Это с которого, по который час у вас жизнь кипит, получается, в центре? Ну, с восьми до восьми. С восьми до восьми вечера. Да, это когда нет ещё арт-ночи, да? Да. Потому что тогда, видимо, уже... С восьми до восьми вот эти ребятишки там возятся в шум-гам, или это как-то отличается? Нет, конечно, шум-гам. От другого, от другого учреждения детского. Всё равно шумно, всё равно... Ну, на переменах особенно. То есть, когда идёт занятие, то дети что-то делают. Ну, там тоже как в школе звонок, там время, перерыв на основу урок, там так же? Ну, строго такого прямо нет, но, да, отделяется занятие и перерыв между занятиями. В перерыв дети всё равно должны там побегать, сбросить энергию, переключиться немножко, и педагоги должны подготовиться к следующему блоку. Поэтому, да, переменки есть, но небольшие совсем. Оля, а с кадрами как? Ну, постепенно мы набираем сотрудников. Я не скажу, что это просто, но появляются люди, которые... Это Женя Тарасова и Лёня Ковязин. Прекрасные ребята, которые сейчас занимаются с нашими детьми театром. Мы надеемся, что всё получится. Волонтёрское движение насколько? Расширяется. Об этом тоже можно рассказать. Да, волонтёры у нас приходят тоже. У нас достаточно большая база волонтёров. Другой вопрос, что не все могут регулярно приходить. И если это волонтёры в центре, это люди, которые там понимают, что они каждую неделю, несколько часов своего времени проводят у нас в центре с детьми. И не все это могут, там, в силу занятости, в силу каких-то семейных обстоятельств. Тем не менее, люди приходят, которые хотят именно с детьми заниматься, помогать педагогам на занятиях. И это здорово. Стать волонтёром очень просто. Можно зайти к нам на сайт и заполнить анкету волонтёра. И волонтёрство, оно может быть очень разное. То, что я говорю, это волонтёрство на занятиях. Понятно, что это сложно. Я хотел попросить немножко сейчас приоткрыть несколько нюансов, чему нужно волонтёром заниматься. Чем, вернее? Если волонтёрство в наших проектах, у нас есть два как бы постоянных проекта. Это центр и волонтёрство в отделении милосердия в детском доме-интернате. В Мурыгино. Да, в Мурыгино. То есть это два таких больших проекта. И туда люди приходят действительно осознанно и должны понимать, что это потребует от них силы, времени и каких-то душевных ресурсов. Тут люди, они... Ну, это более благодарная, на мой взгляд, работа, потому что, когда ты общаешься с детьми, ты заряжаешься от них этой энергией и очень много получаешь взамен. Это здорово. Таких людей мы очень ищем и ждём и работаем с ними. То есть не будет так, что там человек пришёл и его сразу там на 10 ребят и делай, что хочешь. Нет, мы проводим тренинги, мы обучаем наших волонтёров. То есть готовите как-то их? Конечно, конечно. Педагоги у нас всегда открыты, рассказывают, что-то делится. Вот не так давно у нас был тренинг для волонтёров, когда они становились на место детей. То есть проще всего понять человека, это встать на его место. И мы им давали задания, когда они вот были в роли детей, и это было очень полезно и наглядно. Какие ситуации ты моделируешь? Ну, например, там волонтёр становится ребёнком, который не говорит, ему нужно что-то там донести. Выразить иными способами, да. Ну, по-разному. Или там, допустим, он становится ребёнком, которому тяжело двигаться. И вот как бы разные приёмы, как с этим работать. Мы смотрели, что можно с этим сделать и что не надо делать, что лучше не делать. А в Мурыгина, в отделении милосердия, мы ездим тоже, стараемся приезжать туда раз или два в неделю. И общаемся с ребятами, занимаемся с ними, гуляем. Пока погода позволяет, очень важно давать им возможность побыть на свежем воздухе. Это ваше сотрудничество, оно как раз в этом году стартовало. Да, да, с января этого года мы заключили соглашение, и теперь туда приезжаем. Вот, это большие такие проекты. Ну, на самом деле, если у человека нет возможности много времени посвящать волонтёрству, это не страшно. Есть другие способы нам помочь. Например, это волонтёрство на мероприятиях. Мы проводим разные мероприятия, где нужна тоже помощь людей. Встречать гостей, заниматься с детьми на мастер-классах, помогать педагогам. Раздавать там, не знаю, какие-то листовки на ярмарке, помочь там тоже. То есть, разная-разная активность может быть. Это ненадолго, это один раз, то есть, ну, как бы не сильно напряжно. И в то же время получаешь удовольствие от того, что делаешь что-то хорошее. И есть волонтёрство про Боно, то есть, когда человек помогает своими профессиональными услугами, с профессиональными навыками. То есть, если человек журналист, он может написать для нас какой-то текст. Если дизайнер, сделать дизайн печатной продукции. Я могу рассказать, что в прошлый раз, когда мы общались как раз на тему, я говорила в эфире, что нам очень нужны волонтёры. И в том числе сказала, что нам нужен волонтёр-юрист. И он у нас появился. Появился? Да. Это просто очень нам помогает. То есть, как бы люди совершенно разных профессий могут найти применение своим знаниям, и заодно ещё и помочь особенным детям, да? Да. То есть, не обязательно именно там быть какой-то нянечкой или кем-то ещё. А требования, кстати, к волонтёрам вообще какие-то существуют? Ну, общий. Ну, быть человеком адекватным, естественно, да? Да. Ну, старше 14 лет мы берём ребят. И, ну, это желание там что-то сделать и открытость чему-то новому. Я бы так сформулировала. Толька уже упомянула о волонтёрстве на проектах. О конкретном проекте, может быть, даже не об одном, мы поговорим уже после рекламы, да? Давайте прервёмся и скоро продолжим. Мы продолжаем нашу беседу с Ольгой Шибека. Это специалист по связям с общественностью, региональной общественной организации родителей детей-инвалидов Дорогой Добра. Мы прекрасно знаем, и те, кто в курсе деятельности вашей организации, прекрасно понимают, что ваша жизнь состоит в том числе из благотворительных мероприятий, красивых, больших. И полезных. И полезных. Это и спорт вы затрагиваете, безусловно. Вопросы культурные, вопросы, связанные с праздником. Рождественские ярмарки, если успеем, может быть, анонсируем, не знаю. Время-то уже подходит. Ну да. Да, мы договорились отдельно поговорить подробно про кинофестиваль, который планируется. Да, на самом деле мы ведём внешнюю деятельность. То есть мы понимаем, что мы можем заниматься с детьми и готовить их к будущей жизни в обществе. Но нам надо и общество подготовить к тому, чтобы оно было готово принять этих людей. Поэтому мы 22 октября в Киномаксе проводим кинофестиваль «Кино без барьеров». Это фильмы о жизни людей с инвалидностью. Звучит страшно, но на самом деле там всё очень будет интересно. И это будут качественные... В первую очередь это будет качественное кино. Это будет и анимация, будет детская программа, будут мультики и фильмы для детей. И кино для взрослых, для взрослой аудитории, и художественное, и документальное. Мне вот очень нравятся всегда эти фильмы, потому что, когда мы идём на фильм о жизни людей с инвалидностью, мы ждём чего-то такого тяжёлого, грустного и печального. Когда будет давить на человеческие чувства. Когда я первый раз вообще сама увидела эти фильмы, оказалось, что это просто классное кино. Это чей материал? Откуда? Два раза в два года в Москве проходит фестиваль «Кино без барьеров», который организует Московская организация людей с инвалидностью «Перспектива». Они собирают фильмы со всего мира. Больше ста, по-моему, стран-участников привозят своё кино. И четыре дня длится этот фестиваль, жюри отбирает лучшие фильмы, и потом они передаются в регионы партнёрским организациям. Так как мы партнёрская организация «Перспектив», то они передали их нам. Это безвозмездно всё делается? Да, безвозмездно, по лицензии, по лицензионному соглашению. Вы, в свою очередь, уже не можете никому передавать сторонним? Мы можем, но на определённых условиях. Во-первых, это некоммерческие показы, во-вторых, это… Нельзя зарабатывать, то есть на этом? Да, 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 нельзя на этом зарабатывать. Это должна быть… Образовательная программа какая-то должна быть. Ну, в общем, там ряд условий, но мы, в принципе, можем. По сублицензионному договору это делать. Так вот, кинофестиваль. Он будет идти один день, целый день, с 11 утра до 8 вечера. Я сейчас смотрю, какой это день недели. Это воскресенье. Да, это воскресенье, мы специально договаривались, чтобы всем было удобно, ни у кого ничего не занято. А как Киномакс на встречу пошёл? А он не первый раз нашёл. Я понимаю, но всё-таки коммерческая структура. Ну, так как у нас в партнёрах Сбербанк, то мы нашли… Злабый вопрос решился проще. Да, решить вопрос, способ. Сначала, с 11 до пол первого будет детская программа, и с пол первого до восьми, взрослая. Фильмы будут идти блоками, по несколько фильмов. И после каждого блока мы будем обсуждать то, что увидели. Ещё обсуждение будет? Да, да, да. Важно поговорить об этом, мне кажется. Вход, разумеется, бесплатный. И в любой момент можно зайти. Ну, так как фильмы идут один за другим с маленькими перерывами, то в любой момент можно зайти, выйти там. Ольга, закон требует чётко произнести возрастное ограничение. У каждого фильма своё ограничение, это будет всё прописано. Минимум может… То есть программа-то вот такая будет? Да, конечно, программа будет, то есть детские фильмы – это 0+, а с пол седьмого до восьми последнее кино – 18+. Да, то есть такое у нас тоже есть. Я думаю, что это будет больше всего в зале людей. Я надеюсь, что… Да, все фильмы на самом деле интересны. Есть очень интересный фильм про паралимпийцев. А вы уже видели их? Да, я была в Москве на последнем кинофестивале, который проходил в ноябре прошлого года. Я смотрела все эти фильмы тоже. Вот которые приезжают в Киров и все их видели, да? Да, я их все видела. Ну, они правда хорошие, они правда интересные. Вот про олимпийцы стали рассказывать. Да, и фильм про паралимпийскую сборную, российский фильм, там показано. То есть там главная идея о том, что неважно, какие у тебя ограничения, если у тебя есть воля, характер и целеустремлённость, то ты победишь в любом случае. Мне кажется, это очень правильно. Ну, и разные другие фильмы. Давайте я уже не буду пересказывать их содержание. Так, я сейчас вспомнил, что происходило с нашей паралимпийской сборной на минувших летних играх. Не весело там было. Ну, что делать? Что делать? Это уже то, что нельзя предсказать, предугадать. Впервые такой показ будет проходить в городе? Нет, он будет проходить третий раз. Третий раз уже. Это третий наш кинофестиваль. Второй был вот два года назад. Два года назад. Еще два года. Я помню, что не ежегодно, да, к сожалению. Да, да, да. Проходит у нас. Ну, два года. Это, мне кажется, нормальный такой период, чтобы снять какое-то новое кино для следующего кинофестиваля. Ну что, рождественская ярмарка, раз уж я о ней упомянул. Есть ли в планах? Тем более, я уже говорю, в Кирове уже появились афиши о том, что с Новым годом, кировчане с 18-м. Так что уже пора об этом думать. Да, мы уже тоже об этом думаем. В декабре. В декабре. Напомню, она традиционно проходит. Мы планируем, что это будет 17 декабря, тоже воскресенье. И тоже в Джимоле, там же, где Киномакс. Мы надеемся ее провести. Это большое праздничное семейное мероприятие, когда, ну, просто хороший праздник детский очень хочется сделать. Там с выступлениями артистов, с мастер-классами, с воздушными шариками, там, с аквагримом, я не знаю еще с чем. То есть пока еще программа в разработке идет, да? Да, конечно, она составляется. Ну, я просто говорю о том, что было в прошлые разы. И что заслужило внимания у публики. Мы надеемся, что в этом году тоже все получится. Но самое главное, что на этой ярмарке можно будет приобрести новогодние сувениры. Очень хорошие сувениры, которые делают и наши ребята, и родители. А вот то, что они у вас в этой втигельной печке обжигают, будет? Да, тоже будет. Будет, наверное, придется прийти. Вот, и рукодельницы города передают нам свои какие-то вещи, которые они делают. Очень достойные всегда бывают сувениры, которые прямо хочется приобрести не потому, что там ради деток, а потому, что это правда очень хороший подарок будет. К тому же уникальный. Да, и в то же время они обмениваются на благотворительное пожертвование. То есть можно там и подарок, и доброе дело сделать. Но это здорово, мне кажется, это очень правильная такая идея. Еще о чем-то упомянем из акций ближайших? Ну, пока вроде бы... Ну, основные две озвучили. Да, остальное пока в планах. Это кинофестиваль, который состоится 22 октября и 17 декабря благотворительная ярмарка. Есть вещи, которые в планах, но пока там все не совсем точно. Мы будем держать вас в курсе. Хорошо. Остается еще несколько минут. Хочется к каждодневной работе. Центр Дорогой Добра вернулся. Ольга, в этом году учебный год для скольких ребят начался, ваших воспитанников? Тоже очень важная тема. Я прямо вот не могу назвать точную цифру, но хочется рассказать об одном мальчике. У него аутизм, но сохранный интеллект. И он пошел учиться в обычную школу. И что радостно для нас, его сопровождает тьютер. Это то, о чем мы говорили? 16-я школа? Нет, 24-я. Школа смогла найти у себя ресурсы и выделить ставку тьютера. Это очень здорово. Они сделали это сами. Мы не ожидали, что такое получится. И он сейчас там учится. Вполне успешно. Месяц уже прошел, да? Уже месяц. Вы следите за ним? Ну, я не подглядываю. Нет, ну так. Вы следите за успехами. Может, дневник проверяете, не знаю. Ну, давайте напомним, что такое тьютерство. Тьютер встречает ребенка у школы и идет с ним дальше вместе на занятия. Или он его сопровождает от дома каждый день? Нет, не от дома. В школе он его сопровождает во время урока и на перемене. Он помогает ему удерживаться во время урока на занятии. Содействует его общению с одноклассниками. Потому что для ребят с аутизмом это в первое время может быть тяжело. Сложно, да. Безусловно. Да. И вот это его основные функции. Это вот такой первый опыт у нас? Ну, да. Наверное, да. То есть в таком формате. В таком формате, чтобы именно тьютер каждодневно сопровождал ребенка. И мы ведь тут далеко не на первых местах. Ну, есть регионы, где это уже давно практикуется и очень развито, в общем-то. А общение ваше с образовательными организациями, с теми же школами, оно в этом году будет? В учебном, ну, касаемо в том числе и каких-то уроков, знакомства с ребятами, с ограниченными возможностями и так далее. Ну, во-первых, мы планируем продолжить наш проект по урокам доброты в школах, когда мы приходим в обычные классы и рассказываем ребятам, кто такие дети с инвалидностью, там, как с ними можно общаться, дружить, играть, и что они вполне могут учиться вместе с ними в одном классе. И ребята-то нас вполне поддерживают, школьники. Что касается помощи, содействия в школьном обучении наших ребят, да, мы тоже работаем. У нас есть отдел по развитию образования, и там мы постоянно поддерживаем контакты со школами, и с коррекционными, и с общеобразовательными, и стараемся как-то устраивать наших ребят все равно. Первый опыт, да, ребенок с аутизмом, а в перспективе? Ну, понятно, что хотелось бы, чтобы это. Конечно, хотелось бы, но... Но я так понял, что здесь ведь вопрос в том числе и кадровый, то есть найти человека-тьютера, да, который пригоден для такого рода работы. А тютер, кстати, он найден школой? Да. И школа сама, и у нас человеку надо еще какие-то денежки платить, а вы сами знаете, сейчас в школах с этим напряженно довольно. Ну, вот поэтому мы и радуемся, что выделена была ставка в штатном расписании с зарплатой, то есть все как полагается. Довольно сложный такой вариант, когда один тютер может ввести нескольких детей. Это тоже возможно. Это тоже возможно, да? Это возможно. То есть существуют такие все-таки методики? Да, да, ну, это зависит от того, какие ребята, там, от возможности тютера, от педагога в классе, ну, все возможно было бы желание. Хорошо, еще раз напоминаем, что вы можете, вы, наши слушатели, можете принять, мы тоже можем непосредственно участие принять в судьбе Центра Дорога и Добра. Заходите на сайт rardi.ru, там есть вся подробная информация о деятельности, отчеты, новости, координаты, реквизиты. И для помощи. Так что мы вам желаем успешных и долгих лет. Спасибо. Существования. И обязательно. И как можно быстрее закончить ремонт. Да, и обязательно. Не только центральной части, но и вот левой. И то, с чего начали, чтобы новое руководство города тоже обращало на вас немаловажное внимание и старалось, по крайней мере, выполнять ваши просьбы. Потому что то, чем вы занимаетесь, ну, это уникально для нашего города. Это очень важно. Спасибо. Это очень важно. Только с вашей помощью. Спасибо. Ольга Шебека, специалист по связям с общественностью региональной общественной организации родителей детей инвалидов Дорога и Добра. Мы на этом прощаемся на сегодня. Дневной разворот закончен. Ровно через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». Она сегодня будет выходить в записи. И какой сегодня гость у особого мнения? Ну что ж, сегодня Василий Киселев. Василий Киселев, избранный мэр города Кирова с 97 по 2007. Последний избранный мэр города Кирова. Мы сегодня с Василием Васильевичем с утра пообщались. Довольно интересная получилась беседа. Так что не пропустите ровно через 20 минут. Всего доброго, до свидания.